Слава Богу! Первое, что я хочу поблагодарить моего Бога за то, что я могу видеть Его благословение. По Божьей воле, этой зимой я попал в одно такое место, которое называется приютом. Потом выяснилось, что это, собственно, не приют, а один христианский центр с названием Перемена. Промена. По-русски Перемена. Точно то, о чем сегодня говорилось, я там увидел о том, с какими проблемами люди сталкиваются. И я так себе сказал, подожди немножко, я думал, что у меня есть проблема. Но когда увидел других людей, понял, что вот у них действительно проблема. Которые там периодически их или со скорой помощи увозят, или там полицию, полицию. И, в принципе, даже как бы выбора у них нет. Да. Но, однако, стало така, че аз най-после промях и видях с учителей си, и го почувствах на собственной грабе, како значи действенната христианска любовь. Ну, я с Вами глазами смог увидеть, насколько работает и действует Божия христианская любовь. Да. Христианская любовь. Христианская любовь. В действии. В действии. Значит, той центр, как евангельская пятидесятная церковь в Горно-Аряховице. В Горно-Аряховице в центре находится евангельская пятидесятская церковь. И тези хора пять години построили там, направили много хубавых помещений, создали условия, и там те приемят този человек. Да. Эти верующие там они построили несколько помещений и там принимают этого человека. Ну, хочу засвидетельствовать, что там спасают. Действительно спасают тех, кого можно спасти. Верно. Один человек умер. Один человек умер. Один человек умер. Я видел, как пастори до последнего момента делали все возможное со своей стороны. Да. Приходят другие больные, от которых уже врачи отказались. Хора безработные, безработные, бездомные. Всякие проблемы. Всякие. Да. В общем, это такая мечта. Да. Я был очень впечатлен поведением этих людей. Да. Ихние отношения, они со всех сторон окружают заботу этих людей. Да. Ихняя забота не только в том, чтобы накормить, но и даже и одеть их, дать им одежду, да, дать где переночевать, поспать. Чакай, да видим, каков тебе точно проблема, а какво точно. Да. Внимательно рассматривай дела. Говорят, давай посмотрим, какая у тебя проблема. Вникают в нужды. Да. И дают выход. И сейчас время мое, чтобы благодарить Бога, чтобы Бог мне открыл глаза. Чтобы я понял, что моя проблема вообще не проблема. Что у меня изменилось после этого отношение к моей работе, к моей деятельности, к моей жизни вообще. Я был просто вдохновлен от их деятельности, их служением, их работой. Я принял решение делать то же самое, что и они. Я организовал группу в Фейсбуке, которая называется накормлен, обутодет и необходим, востребован, нужен. Спасибо. Точно необходим. И тогда мое служение, то есть, вы знаете, что я художник, и я воспринимаю свою работу как служение Богу, для Бога. Но все, чего-то не хватало, не хватает, и есть какой-то недостатък. Угу. И в тая группа я объявил, че всичко, което сам сотворил за 10 години, ще бъде фонд основан фонд за подпомагание на такива хора, които останали без дома. Да. И в этой группе я сделал такое объявление, что моя деятельность, труд и труд нашей совместной группы, он будет направлен на то, чтобы создать фонд для того, чтобы из этого фонда помогать нуждающимся людям. Значит, в интернете есть один сайт, который, если у тебя есть какой-то дом в селе, в деревне, а ты живешь в городе. Да, тебя пустее, как-то так. А этот дом, он пустеет? Он пустой? Пусти никого без... без найма. Пусти, пусти кого-нибудь в этот дом, чтобы он там жил и поддерживал твое имущество. Ну, единственное, да, что я вижу, что этот сайт, он светский, мирской, и там действует по-светски. Да, да. Бизнес, сделка. Бизнес, сделка, да. Взаимовыгодная сделка. Да, в моем представлении истинная помощь, это не сделка. Да, Господь не направил сделка с нас. Да, Бог, Он не делает сделки с нами. Да. То есть, людей не... Он просто пришел и отдал свою жизнь за наше спасение. И поэтому... И поэтому... Я смися то, что Твоя доправя, как идея Твоя, в том же сайте, ворви моя убява. Да, и моя идея именно вот, чтобы и в этом сайте я тоже пустил свое объявление. Да, где я тоже хочу найти такой дом или несколько домов. Да, в каком-нибудь селе, которое постепенно опустошается. Где мы хотим, где я планирую создать такое небольшое хозяйство. Да, где мы сможем просто послужить таким людям, которым зимой некуда деваться и просто пустить их туда, чтобы они там где-то могли перезимовать. И в этой группе я написал. Приятели учу Вам в Варна, в моей церкви. И что Терсия можно молитвенно подкрепить. И также я ищу очень сильной молитвенной поддержки. Это моя просьба и к Вам. Поддержите меня, пожалуйста, в молитве. И благодаря на Господь, че му отворил очите. Спасибо Богу еще раз за то, что он открыл мои глаза. Утидох на правильное место, что я попал в правильное место. И в правильное время. Бог да Ви благослови. Будьте благословени. Аллилуйя. Будьте благословени. Слава Богу.